Куртки, кофты, шарфы и постельные принадлежности жители села Михайловка принимают любую помощь. Правда, с робостью не привыкли, но деваться некуда, сейчас у многих нет даже носков. Четырехметровая волна, которая пришла 26 марта, в считанные минуты снесла все на своем пути. С момента разгула стихии прошло почти три недели, а люди по-прежнему с ужасом вспоминают тот день. Я даже не понял, сижу с мальчиком с маленьким домом, 9 лет мальчику. Ну и все, ну мальчик попросил у меня покушать, ну я ему подал только покушать, вот так голову поврячил, волна идет. Какие последствия, дом жилью не подлежит, мебель тоже, все, все пострадало. Сына Сергей закинул на печь, а сам почти три часа простоял в ледяной воде, до приезда спасателей. Сейчас мужчина с семьей ютится у родственников, теплые вещи, постельное белье и другая помощь пришлись как раз к стати. Одно это приятно, что помогает, но неприятное ощущение, когда вот эта вода и что остался без ничего. А вот Татьяна Федосеева взяла вещи для своего брата Евгения. 26 марта он и его семья остались без всего. Личные вещи испорчены, а дом восстановлению не подлежит. Приятно когда помогает? Ну конечно, все-таки брат. Они не ожидали этого, даже не думали уезжать. Но раз такое получилось, вот и ехали теперь, потому что там жить нельзя. Всего от стихии пострадало больше 300 жителей Михайловки. Это почти половина села. Первый раз гуманитарную помощь сюда доставили уже на второй день. Мешки с вещами, обувью, комплекты постельного белья, коробки со средствами гигиены и бытовой химии собирают и привозят жители райцентра, депутаты, предприниматели и благотворительные организации края. Сразу привезли 23 комплекта постельного белья. Буквально вчера еще одна помощь пришла. Привезли 20 комплектов. Привезли верхнюю одежду, которые в основном сегодня все разобрали. А в субботу приезжал депутат КЗС Мудвейко с нашим главой района Павлом Ивановичем. Тоже привезли 5 комплектов постельных принадлежностей. И развезли это остро нуждающимся. Почти все уже раздали. Осталось 5 комплектов белья. В сельской администрацию ждут новую партию, которая должна прийти на днях. Между тем, в Центры социального обслуживания населения и благотворительные организации крупных городов края каждый день продолжают приносить посылки с вещами. Целый грузовик со всем необходимым накануне собрали и в Бийске. Это уже второй транш от фонда Александра Прокопьева. Мы доставили 80 одеял, 80 подушек, матрасов для пострадавших людей в этой ситуации. Также постельных принадлежностей. Также еще дополнительно привезли сегодня воду бутылированную по 5 литров. Помощь сейчас принимают и в комплексных центрах социального обслуживания во всех районах и городах. Жители, представители предприятия, а также чиновники и депутаты постоянно приносят туда одеяло, подушки, продукты и многое другое. Сбор идет и в Барнауле. Один из пунктов – Алтайское краевое отделение Российского детского фонда. Каждый может принести сюда необходимые вещи, а также помочь финансово. Есть люди, которые абсолютно бескорыстно идут и покупают, то есть заходят сначала, спрашивают, что нужно, потом идут, покупают шампунь, мыло, туалетную бумагу и приносят пакетами, отдают. Люди идут в пункты сбора, приносят кто что может, чтобы поддержать пострадавших и облегчить их положение. А между тем, в ближайшее время паводковая обстановка в крае вряд ли улучшится. Специалисты прогнозируют подъем воды во всех реках региона. Так что посильная помощь неравнодушных людей обязательно понадобится. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости.